Как вообще относится к коучерам? Я думаю, что коучер может быть вообще любой. Для этого не нужно иметь не то что специального образования, даже мозгу. Вконтакте прочел пару каких-нибудь дебильных идей, просто их потом вариативно рассказываешь своим собеседникам. Вот, они тебе верят, им очень нравятся, то есть как бы твои дебильные мысли созвучны их дебильным мыслям. А если ты хоть немножко умен и немного талантлив, значит ты можешь обмануть практически любого человека, манипулировать. На этой манипуляции строятся все курсы НЛП, нейролингвистического программирования, то есть то, чем занимается и пресловутый Тони Робинс и все остальные. Когда тебе исполнилось хотя бы лет 30, и если тебя настиг кризис, первый кризис среднего возраста, у тебя ничего не получается, не складывается. У любого человека по жизни тонны проблем, ответа на которые найти практически невозможно. Ну, например, какие? Ну, возьмем банальную историю. Коучеры продают довольно простой продукт. Они людям рассказывают то, что люди хотят услышать. Например, что хочет услышать жирная баба. Она наверняка хочет услышать, она хочет услышать, что она классная, что она необычная, она оригинальная, что она не читает этим тощим сукам, с которыми не о чем поговорить. Вот, в итоге она натыкается на какого-нибудь манипулятора, который говорит ей, что она бодипозитивная, она говорит бинго, и вместо одного гамбургера покупает три гамбургера. Есть другой, я думаю, распространенный класс, сотрудники всяких бесчисленных фирм и фирмешек, которые торгуют ламинатом или собачьим кормом. У них проблемы простые, потому что у них зарплата в 50 тысяч рублей, которую нерегулярно выплачивают, а хочется выплатить ипотеку и купить новую машину хотя бы в кредит. Поэтому дальше они либо начинают покупать десятки книжек про то, как подсидеть конкурента, как стать лидером, ну, в общем, как построить компанию уровня Apple. Какой нахуй Apple? Apple нельзя построить. Apple уже построили. В Москве каждый год открывается 5 тысяч ресторанов, и столько же закрывается. А ведь это всего лишь 30 квадратных метров, 15 столиков и, наверное, там 7-10 человек с зарплатой там 20 тысяч рублей. Даже этот бизнес нельзя построить, хоть прочитал ты 5 книжек или 10, или там просмотрел 20 часов видео на YouTube. Я думаю, что люди делятся на две группы. Одна часть борется со своими проблемами подручными, недорогими средствами. Покупает книги, читает советы в пабликах. Мне кажется, это все из области каждому нужен умный друг. Но у дурака не может быть умного друга. Зачем он ему нужен? У дурака может быть только друг-дурак. Вот поэтому альтернативу ему можно найти, соответственно, попытаться либо в какой-то популярной книге, либо где-то еще. Тут возникает, соответственно, индустрия тренеров, гипнотистов, психологов, коучеров. Братское слово, ну пусть оно будет. Это выбор для, наверное, людей с доходами несколько выше, а может быть и с более обостренными проблемами. Если ты читаешь книжку какого-нибудь, хрен знает какого, американского автора, то все равно в какой-то момент ты начинаешь думать, что а было бы классно послушать этого автора живьем. Очевидно, что у тебя на личный тренинг денег точно не хватит, но если вдруг он приехал в Москву в Петербург или Самару, ну, значит, ты уже почти морально готов заплатить за участие в этом шоу. И если ты серьезный человек, то ты привык покупать все самое лучшее. Как продали Тони Робинса в Москве? Не знаю. Это чудо. Это не чудо. Это как пояс Богородицы. Нет, это круче, чем пояс Богородицы. То есть они продали 5000 билетов тем идиотам, которые про Тони Робинса уже знали. Они его читали, они его слушали в Ютубе. Про него никто не знал. Конечно же, я не знал про Тони Робинсона. Я посмотрел десяток роликов на Ютубе, и даже мне пришла в голову мысль, что было бы неплохо его посмотреть. Американцы в этом деле самые лучшие. Вот это вот умение всех на**ать родилось в Америке. И они это умеют, как никто другой. Я вообще не осуждаю людей, которые пошли на Тони Робинса и заплатили, неважно, 30, 50, 80, а некоторые даже 500 тысяч. Ну, например, компания Apple продает каждый год 150 миллионов айфонов. Вот купить айфон за штукарь Грина это примерно то же самое, что пойти на Тони Робинса. Ты за 1000 долларов покупаешь кусок понтов. Ты его гладишь, ты охуяешь, как это красиво, какой ты классный. Так и здесь. Ты покупаешь самое лучшее. Ты покупаешь Тони Робинса. Это понты, но они понты для глубоко несчастных людей. Абсолютно. У которых что-то не в порядке. А что это, вот я не понимаю. Какие должны быть проблемы у людей? Почти все жители больших городов глубоко несчастны. То есть то, что люди делают счастливое лицо, делают вид, что у них все зашибись, это неправда. Ну вот поковыряйся в любом, у каждого есть проблемы. У кого-то не ладятся на работе, кому-то платят две копейки, а он, естественно, хочет получать зарплату хотя бы 100 тысяч рублей, потому что он никогда не был на Бали, а годы идут. Кого-то не любят красивые бабы, и он 17 лет знает, что какая дала, та и красивая. Кого-то не слушают дети. Дети это вообще отдельная история. Они просто растут мудахами. Они целыми днями сидят в компьютере, вместо того, чтобы учиться хоть чему-нибудь. И если отец продает собачий корм, то хотелось бы, чтобы хотя бы сын стал инженером Google. Но он тоже будет продавать собачий корм. Поэтому эти глубоко несчастные люди, да, выбирают для себя разных шаманов, которые, в общем, решают, или делают вид, что решают их проблемы. Соответственно, мужчина может пойти на какие-нибудь курсы для того, чтобы сделать прорыв в карьере. И, собственно, как бы тут навалом всего, там и книжек, и не книжек. Я думаю, что несчастные женщины являются самой большой целевой группой всех этих аферистов. Отлично, что женщины ходят на курсы личностного роста. Подавляющее большинство женщин знает, наверное, всего два психологических приема. Первое – это то, что я беременна, и на мне нужно жениться. А второе – у меня болит голова. Поэтому, если она куда-то походит, где ее научат чему-нибудь еще третьему, да, третьему, слава тебе, Господи, с ней, по крайней мере, можно будет начать разговаривать. Ну, хотя, я думаю, разговаривать можно очень недолго, потому что человек от нее услышит что-нибудь типа такого. Я осознала себя как личность, я больше не хочу быть домашней прислугой, я не готова жить с тобой без любви. Как только баба это произнесла, бросай ее, заводи новую, и не повторяй ошибок. Это совет не от Тони Робинса, а от Сергея Мордана.